Патериальное давление измеряют не менее, чем после 5 минут отдыха. А если пациент курит, то не менее, чем через 30 минут после курения. Испытуемый садится на стул, кладет расслабленную руку на стол. На его плечо накладываем манжетку. Манжетку накладываем таким образом, чтобы она плотно охватывала плечо, не менее 80% его окружности, но при этом не сдавая его окраина. Нижний край манжетки должен отстоять от локтевого сгиба не меньше, чем на 1-1,5 см. Проверяем, что манжета плотно охватывает поверхность предпечья, но вместе с тем не сдавливает ткани. Обращаем Ваше внимание, что трубки манжетки, связанные с грушей и манометром, не должны находиться в локтевой ямке и не должны находиться под плечом испытуемого, а должны находиться сбоку локтевого сустава. После этого прикрепляем манометр к манжетке, для того, чтобы он находился на одном уровне сердца. В локтевой ямке пальпаторно находят пульсирующую плечевую артерию. Тремя пальцами медиально в ямке находим ее, на которую ставят фонендоскоп. В локтевой ямке пальпаторно находят пульсирующую плечевую артерию. Делаем это тремя пальцами, артерия расположена медиально в ямке. На артерию ставим фонендоскоп. Нагнетаем воздух в манжетку. До тех пор, пока давление в ней не станет выше максимального и движение крови прекратится. После этого поворачиваем винтовой клапан и выпускаем воздух из манжетки. Выслушиваем сосудистые тоны. Появившийся звук называют первым тоном Короткова, он соответствует систолическому давлению. Продолжают снижать давление в манжетке и слушают нарастающую силу тону, которые затем ослабевают и исчезают. Момент исчезновения звуков называется вторым тоном Короткова и соответствует систолическому или минимальному давлению. После этого, не снимая манжетки, проводят еще одно измерение с интервалом в 1-2 минуты. После каждого измерения артериального давления воздух из компрессионной манжетки выпускают полностью. При получении повторяющихся значений давления, его принимают за исходного. Записываем полученное значение артериального давления и оцениваем его. Величина измеренного нами артериального давления составляет 120 на 80 мм тутного столба. Делаем вывод, что такое артериальное давление является оптимальным.